С нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. Рифат Ага, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый день всем. Рифат Ага, ну если мы говорим о том, что Россия массово заселяет Крым своими гражданами и вытесняет коренной народ, согласны ли вы с тем порядком цифр, да, приехавших или заселенных в Крым россиян, да, которые наводят международные эксперты, да, речь идет там от 800 до 1 миллиона человек? Да, конечно, согласен. Есть некоторое расхождение, но оно для этих чисел не такое существенное. Ряд экспертов говорят о миллионе, а некоторые даже говорят миллион 200 тысяч, но мы в любом случае видим, что речь идет о сотнях тысяч граждан России, которые незаконно поселились в Крыму. В условиях войны, согласно Женевской конвенции 1949 года, вот такое искусственное изменение демографического состава населения оккупированных территорий, а в нашем случае еще и этническое изменение, это является одним из видов военных преступлений. Рифат Ага, если мы говорим в целом о 2023 году, то вопрос возникает, если мы говорим о тех, кто пытается приехать, да, или по сути, ну, выселить, да, тех крымских татар, соответственно, ну и в целом людей, которые там были изначально или проукраински настроенных. Можем ли мы говорить о том, что с учетом той угрозы, которая сейчас нависла над и Черноморским флотом Российской Федерации, над всеми, по сути, законными целями для вооруженных сил Украины, возрастает и количество тех, кто уже выезжает, да, или думает над тем, чтобы покинуть территорию украинского полуострова? Я думаю, что, наверное, более правильно будет сказать, что вот с прошлого года, где-то с августа 2022 года, когда стали наноситься удары по военным объектам Крыма, помните, первые удары были аэродромного Федоровка, это возле моря, около города Саки, и тогда появился этот мем такой, когда, что уезжаем отсюда, и здесь так было душевно, и тогда, ну, вот те, кто поселился в Крыму, они испытали шок, и какая-то часть людей срочно выехала из Крыма, однако потом, ну, как бы это успокоилось, но главная тенденция для нас в том, что спрос на недвижимость, то есть количество тех, кто пожелал бы поселиться в Крыму, вот за этот период, с лета прошлого года, с августа прошлого года, оно резко упало, и это говорит о том, что Крым уже не рассматривается гражданами России как территория, где они хотели бы жить, где они все чувствовали безопасности, но говорить о таком массовом выезде ранее незаконно поселившихся граждан России пока еще не приходится, но думаю, что все впереди. — Надеются, и надо этим работать. Рифат Ага, давайте далее поговорим о том, что, ну, Кремль, по сути, да, и далее пытается сохранить тот статус такой милитарной базы, да, на территории Крыма для своих имперских амбиций, и по поводу мобилизации хотелось бы с вами дальше поговорить. Около двух с половиной тысяч человек планировали мобилизовать россияне во временно оккупированном Крыму в 2023-м. Так называемый отдел подготовки и призыва граждан на военную службу, эта история в кавычках, разработал соответствующий мобилизационный план. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Там подчеркнули, что призыв жителей временно оккупированных территорий Востока и Юга Украины в ряды вооруженных сил страны-агрессора является нарушением статей Конвенции о защите гражданского населения во время войны. А планировали в армию Российской Федерации мобилизовать по меньшей мере 400 тысяч человек. Ифат Аган, если мы говорим о потере определенного статуса такой базы, да, милитарной базы для Российской Федерации, можем ли мы говорить, что этот процесс продолжился в 2023-м году? И на что, как вы думаете, мы можем выйти в 2024-м? Ну, мы прежде всего должны видеть то, что Россия укрепляет свои войска на оккупированной территории, и особенно, конечно, на Крымском полуострове, и это очевидно. Ей это делать все труднее, потому что в вооруженных силах Украины есть оружие, и которое может достигать практически любого объекта, который находится на территории Крыма. С одной стороны, они строили фортификационные сооружения, укрепляли их, особенно в северной части и западной части полуострова, и на линии, которая примыкает к оккупированной Херсонской области. А с другой стороны, они рассредотачивали военные корабли, потому что база в Севастополе, она несколько раз была атакована, и с очень существенными потерями для российских оккупантов. Вспомним, скажем, удары по судно-ремонтному заводу в Севастополе, когда в доке были сильно повреждены один военный корабль, и также подводная лодка российская. И поэтому они рассредотачивают корабли как на базу Феодосии, это Восточный Крым, и часть кораблей в Новороссийск, то есть, собственно, на свою территорию. Пытаются использовать максимально людской ресурс оккупированного Крыма для пополнения российской армии, и в этой части они используют разные приемы. Один из приемов – это так называемый призыв, он тоже абсолютно незаконный, но они в течение 9 лет и каждую весну и осень осуществляют призывы, где-то 2,5-3 тысячи человек. А в условиях войны, как только молодой человек попадает по призыву в армию, с ним уже начинают очень плотно работать для того, чтобы он подписал контракт, и часть из них сразу переходит в состояние контрактной службы. Второе – это, собственно, сама мобилизация, но здесь очень многие жители Крыма военно обязанного возраста в прошлом году покинули Крым, и мы людей призывали избегать любыми способами мобилизации, но люди не нашли других возможностей, как покинуть Крым. Мы только по крымским татарам, мужчинам военно обязанного возраста, говорим, что не менее 6 тысяч человек срочно выехали из Крыма, покинули Крым и выехали в третьи страны. Некоторая часть из них через третьи страны возвратилась на материковую часть украинского государства. Некоторые и сразу вступили в вооруженные силы Украины. И третий способ, который сейчас очень усиленно проводится в Крыму, это наборы, создаваемые военные подразделения, куда их заманивают очень высоким денежным содержанием. В Российской Федерации сейчас используется практика, когда каждый регион для того, чтобы выполнить спущенные Москвой планы по мобилизации, устанавливают еще собственные выплаты к тем, которые установлены на уровне российского государства. И то же самое делается в оккупированном украинском Крыму. Оккупационное правительство установило достаточно заманчивые такие суммы денег для тех, кто подпишет контракт в эти создаваемые региональные подразделения, которые, естественно, сразу же отправляются на фронт, там, где идут боевые действия. Но хочу сказать, что этот все-таки ресурс они уже исчерпали. Крыму уже все осознали, и даже те, которые в какой-то мере, может быть, оставались еще сторонниками российской оккупации, они увидели последствия этой войны. В Крыму, как бы оккупанта не скрывали, но очень заметны те церемонии похоронные, когда привозят убитых местных жителей. Но, правда, на каждые вот такие отливы оккупационные органы пытаются найти новые какие-то такие методы, чтобы людей заманивать. Сегодня я видел в средствах оккупационных массовой информации, когда Гауляйтер Аксенов называл цифру розданных земельных участков, как он сказал, для героев специальной военной операции. Он назвал более 700 участков, которые они раздали в этом году для тех, кто убивает людей на войне. Ифатага, давайте далее поговорим о карательной машине, которая использует путинский режим на территорию временно оккупированного Крыма. Мы говорим о том, какие же ресурсы привлекают для этого. Росгвардию в аннексированном Крыму используют как карательный орган. Об этом заявила аналитик Крымской правозащитной группы Ирина Седова. По ее словам, это формирование оккупационной власти привлекает ко всем политически мотивированным арестам и обыскам. Цель – запугать местное население и подавить любые попытки сопротивления оккупации. С 2016 года Российская Федерация постоянно увеличивает количество Росгвардейцев в Крыму. Точные данные о личном составе засекречены. Одно из подразделений, недавно прибывших на полуостров, поставлено на защиту Крымского моста. Росгвардия – это такая военизированная часть полиции. И они вместе с полицией действуют, например, когда приезжают на обыски. То есть они вооружены, у них там свое подчинение, у них своя техника. Они имеют больше полномочий, чем обычная полиция, конечно. И поэтому они как такой карательный орган при полиции – орган запугивания. И поэтому они при всех этих массовых обысках всегда присутствуют отдельным подразделением. Ирина Седова, правозащитница, в комментарии изданию «Крымреалии». Лифа Дага, если мы говорим об увеличении присутствия вот этой силовой машины, силового блока на территории временно оккупированного Крыма, можем ли мы прийти к выводу, что это делается, знаете, только из-за того, что ощущается вот это несогласие с оккупационными властями, с кремлевским режимом, что вот это протестное настроение хотя бы, оно назревает или же вызревает и становится еще большим. И только на этом фоне получается, для того, чтобы совладать с каким-то инакомыслием, давайте это так назовем, предлагается применять еще больше, еще в больших каких-то режимах силовую компоненту. Конечно, здесь очевидно то, что Крым уже рассматривается Москвой как прифронтовая территория, и на этой прифронтовой территории они настроены максимально осуществлять контроль над поведением людей, над их настроениями. Но и без этого, буквально первые месяцы, как Крым был захвачен российскими войсками, в феврале-марте 2014 года, российские оккупанты начали укрепляться именно расширением своих карательных возможностей, и первыми они отобрали людей и переместили, собственно, с территории России подразделения, и все это оформили в виде теперь уже Росгвардии, абсолютно они оснащены, в общем-то, всей техникой необходимой. И вот осуществление контроля над населением Крыма, оно добивается двумя такими методами. Первое, это такая пропаганда бесконечная, которая не прерывается ни на один день, и 24 часа в сутки местные каналы, демонизация Украины, устрашение населения террористами, и, как правило, эти террористы в виде крымских татар. И другое, это репрессии, потому что пропаганды недостаточно, и вот эти репрессии, они осуществляются сразу вот в таких масштабных формах, даже тогда, когда применение сил, силы, скажем, не оправдывалось бы, не вызвано какими-то вот конкретными действиями. Ну, пришли арестовывать, скажем, или проводить обыск конкретную семью, но перед этим они, как правило, окружают несколько улиц, заезжают десятки вот машин Росгвардии, они блокируют перемещение людей по этому поселку. Это все делается не для того, чтобы, но обеспечить арест того конкретного несчастного гражданина, к которому они ворвались, но для того, чтобы в этом селе напугать всех тех, кто за этим наблюдает. Ну, первые годы, когда они осуществляли обыски, аресты в местах компактного проживания крымских татар, там, разумеется, люди давали им отпор, потому что крымские татары вот в таких ситуациях, ну, они очень объединяются, потому что, ну, у соседа случилось какое-то несчастье, к нему ворвались люди с оружием, и пусть не насильственный способ, но сразу возле этого дома собираются десятки, а часто и сотни людей, и они пытаются не дать тем, кто ворвался к крымским татарам, совершать такой произвол. И вот когда оккупанты столкнулись с таким явлением, то после этого они совершенно изменили тактику, и когда они врываются в места компактного проживания крымских татар, конкретному человеку, конкретную семью, они, как правило, там блокируют все движение. Ифат Ага, вот смотрите, я хотел бы далее предоставить данные, ну, вот, одни из последних, которые говорят о том, что на сегодняшний день, да, ну, по сути, да, известно о 191 незаконно задержанном на территории аннексированного Крыма, об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, но что примечательно, из этих задержанных, да, которых заключили в тюрьму, 123 крымских татар, говорится в сообщении, и представительство добавляет, что зафиксировано 593 случая выносения постановления о привлечении к админответственности за вот эту так называемую, в кавычках, дискредитацию армии Российской Федерации. Ифат Ага, почему именно представители крымско-татарского народа, как правило, ну, в большинстве случаев становятся как раз и жертвами вот этого кремлевского, путинского режима и объектами вот такого выборочного, да, применения так называемого правосудия? Я там немножечко поясню, вот 191 человек, это те, которые лишены свободы, значительная часть из них уже получила незаконные приговоры, и как только жители Крыма в отношении их приговора вступают в силу, их сразу перемещают на территорию собственно России, то есть их раскидывают вот по всей этой необъятной территории, по тюрьмам, колониям, по колониям, тюрьмам, другая часть находится под судом или еще содержится в СИЗО, и в отношении них осуществляется следствие. Действительно, две трети из этих 191 человека, ну, количество может там плюс-минус 2-3 меняться, но каждый раз оно увеличивается, две трети – это крымские татары, при том, что крымские татары в Крыму составляют не более 13% от всей численности населения, то есть в абсолютном меньшинстве, в этническом таком. Это говорит о том, что в отношении крымских татар идет целенаправленное, системное такое преследование, ну, и цель для нас, очевидно, мы же не первый раз с этим столкнулись, для некоторых ваших зрителей, может быть, это будет странно слушать, но это все повторяется то, что переживали наши прадеды, начиная с начала 19-го столетия и особенно во второй половине 19-го столетия, последствия Крымской войны 1853-1856 года, когда Российская империя захватила Крым впервые в 1783-м году и ликвидировала государственность крымских татар, крымское ханство, население Крыма практически было моноэтничным. Рифат Ага, смотрите, вот вы закончили на том, что у национальной составляющей крымской территории, крымского полуострова по состоянию, как я не ошибаюсь, на 1900-е, вот начало, если я не ошибаюсь. Да, то есть вот эта имперская политика России, она привела к тому, что Крым тогда заселили, в общем-то, этническими русскими и максимально выдавили крымских татар, использовались те же самые приемы и методы, которые используются сегодня уже Путиным и российским государством снова. И поэтому здесь вот целенаправленное преследование крымских татар объясняется очень просто. Это отнесением крымских татар к тем, которые не лояльны к России, это мягко говоря. И, соответственно, они не могут находиться на территории, которую Россия преобразовала в такой военный форпост, военную крепость. Ну и когда оккупанты на какой-то территории создают военную базу, то, разумеется, на этой базе им не нужны люди, которые относятся к ним враждебно. Абсолютно. Рифат Ага, спасибо вам большое за разговор. Благодарим за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа, был с нами на связи.